Мы с Вами на берегу Енисея, ну не сам Енисея, а протока Енисейская. На этих утках, вот я уже почти не мечтаю стрелять в них, инстинкт охотника укасает во мне, ну о чем мы будем говорить сегодня, это то самое место, то самое, где однажды я принял решение, вот так же, только без машины, придя сюда пешком, за пять километров. С лодочной переправы, я стоял тут и сказал себе, какая-то дрожь меня проняла, какая-то особая такая, я сказал себе, я нашел, 84 год, я нашел. И с тех пор прошло 40 лет, ни о чем не жалею. Вот. А что я нашел? Нашел место, где какие-то мысли озвучиваю. Есть люди, которым это все нравится. Сейчас мы пойдем с Вами дальше, ширше. Посмотрим уже чуть по другим углом. Все день о садоводстве. Хотя можно сказать о садоводстве. Видите, еще раз этих уток. Вот они, полюбовься, вот они, вот они, вот они, почему они не улетели. Вот, скажу сейчас. Потому что они чувствуют, какая будет зима. Были по здесь сейчас в Китае. С них мы делали консервы. Вот. Не каждый год остаются. Иногда остается несколько самых отчаянных. Иногда целая толпа. И вот когда толпа, я знаю, зимы не будет. Ну, зимой это, если судить, смотря, как судить. Вот. Допускалась температура до минус 35 для сада. Это такая мелочь. Такая ерунда. Вот. В этих случаях и цветочные почки не погибают даже. Хотя, по всем научным данным, не только персики, все абрикосовые почки, и все абрикосовые чветочные почки должны погибнуть. Вот. Но здесь не погибают. И дело не только в том, что близость к Енисея, который парит, а и дает 1-2 градуса при бабке. Вот. И еще есть причины. Удалось в какой-то степени адаптировать нежные растения, и они, оказывается, могут адаптироваться. Жесткая выбраковка. И, видимо, даже перестройка на генном уровне. Ну, сейчас мы будем говорить о людях. Не удивляйтесь, это была присказка. Потому что на меня иногда редко, но ворчат садоводы. Что в одном про здоровье, что в одном про это. Я говорю обо всем, кроме политики. Вот. И о чем сейчас я вам скажу. Была такая книга, она и сейчас есть. Но она издавалась мизерным тиражом. Она не получилась широкой популярности. Ее автор книги Ломоносов. Тот самый Михаил Ломоносов. Наш гений. Книга примерно называется «Сбережение народа». Точную зону я не помню. Слово «сбережение» застряло в памяти. Я ее читал как откровение. Вот. Потому что она как бы даже... Я все дохожу своим умом. Но не мешает ей заглянуть в чужой ум. Вот. Одна из... Одна из... Семи-восьми пунктов, от чего у нас, как он писал, не растет население, а что-то не падает, является ради секса у мальчиков. Заметьте, даже не у подростков, не у юношей, не у молодых мужчин, а у мальчиков. Вот. И он рассказывал об этих диких обычаях в деревнях. Мы много говорим о... Сами знаете. О... духовности народа. Но есть и другая точка зрения. Это все было и духовность, была и дикость в отношениях людей. Итак, его пример. Почему сейчас поймете? Имейте в отношениях к современным детям. Его пример. Рекрутство на 25 лет, заметьте, не на 2, а на 3 года. Не на год, как сейчас, а на 25 лет забирали в армию молодых парней. Женщины оставались без мужчин. Мужчины и так, они чаще подвергались разным опасностям. Если спевались, то мужчины чаще, чем женщины. Вот. Если ходили на охоту, гибли чаще. Много чего было. Вот. И драки, и это, и медведи. Это была средняя полоса России. И тогда, оставаясь без... Прямо так, это... Вот поэтому книга не получила популярности. Сильно интимные подробности. Женщины, взрослая, половозрелая, занимались сексом, заставляли сексом заниматься мальчиком, заметьте, все же, даже не подростков. Вот. Фактически, принуждая их, соблазняя их. Вот. И когда достигали мальчики возраста мужчины, вступали, или должны были вступить в брак, они уже на этот момент были бездетными. То есть, они от них дети уже не получались. Они не могли зачать ребенка, помочь женщине зачать ребенка. Вот это было. Вот. И у меня сейчас десяток наберется примеров, таких, которые действительно можно назвать сбережению народа. Вот этот первый пример, вы же не станете меня камнями кидать, это святая, это свободный пересказ нашего гения. Вот. Доберите энциклопедии, википедии, что такой Ломонос. Вы знаете, что это наша горда. если он на это писал, то это было серьезно оставаться. ломонос.